Зачем на самом деле собирался саммит глав стран ОДКБ? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какую шокирующую правду раскрыли эксперты. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Еще до начала заседания саммита ОДКБ многие эксперты предполагали, что таким образом Владимир Путин хочет втянуть страны ОДКБ в конфликт против Украины. Но что у Владимира Путина это не получится? Уже тогда сказал латвийский политаналитик Алекс Григорьевс. Совместная региональная тенденция сейчас держаться от войны как можно дальше, чтобы не быть заподозренными в союзнических отношениях с Россией. Здесь сказывается и страх быть задетым западными санкциями и понимание того, что если бы России удалось перемолоть Украину, то на ней Москва не остановится, да и просто разумное нежелание участвовать в проигрышной войне, отмечает Григорьевс. В качестве показательного примера он приводит в поведение Лукашенко, который крутится как уш на сковородке, пытаясь доказать, вопреки очевидному, что Беларусь в войне не участвовала и не участвует. Другой пример. Согласие или несогласие Армении и Казахстана оказать помощь России зависит от того, насколько мощными рычагами на них оказывает давление Москва. Что касается Казахстана, то этому давлению может противостоять Китай, да и Армения одна не останется. А участвовать символично настолько, чтобы попасть под санкции, очень сомнительно, что кто-нибудь из стран-членов ОДКБ на это пойдет. И так, говоря проще, думаю, что Россию здесь ждет облом, резюмирует латвийский аналитик. Но по сути, ведь оно так и получилось. И другие аналитики говорят, что Путину категорически отказали даже в разговорах о применении сил ОДКБ на территории Украины. Все государства ОДКБ это известно. Формально и неформально категорически отказываются принимать участие в авантюре. И они это продемонстрировали и вербально, и невербально. И даже итоги ОДКБ, которые официально озвучили, три пункта там было, встреча лидеров стран ОДКБ в Москве завершилась. Она прошла конструктивно. Вопрос об использовании сил ОДКБ в Украине на встрече не ставился. И Путин проинформировал коллег о ходе спецопераций в Украине. Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация в Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался. С дипломатического языка это переводится очень просто. Путину категорически отказали даже в разговорах о применении сил ОДКБ на территории Украины. Также аналитики говорят, что скорее всего и в будущем Путину это не удастся. А втягивать в это дело еще и Таджикистан очень рискованно, ведь в Таджикистане находится 201-я российская военная база. И если оттуда начнут уходить военные, то весь мир узнает, что у России дела очень плохи. И тем самым поймут о быстром ее проигрыше. Так что трогать Таджикистан в принципе им не выгодно. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, действительно ли Владимир Путин надеялся на помощь ОДКБ? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот Геннадий Гудков, российский политик, рассказал о том, зачем собирали ОДКБ. Спойлер для зомбо-населения. Встреча членов ОДКБ в Москве – это игра в пиар. Попытка соскрести последние резервы и втянуть в войну определенные государства, которые еще упираются и не хотят ни в какую войну вступать. Комментирует в саммиту ОДКБ российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Такаев, конечно, ничего делать не будет. Я думаю, он приехал на разведку, сидел с таким непроницаемым лицом, ничего не говорил. В целом там собрались люди, которые решают только одну задачу – как можно дольше остаться у власти и не потерять ее. Из-за того, что при этом у каждого из собравшихся эта задача своя частная, они не могут объединиться в каких-то общих усилиях и не захотят подвергать свои страны опасности. Ведь их население и так не особо радо, что они так долго находятся у власти. Так что любое колебание и участие в войне может привести к свержению власти. А как вы думаете, это возможно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.